доброго всем времени суток здравствуйте друзья гости подписчики моего канала сегодня у меня диванное видео хотя и не говорящие руки наверное за последние несколько недель ну не знаю ну раз 30 если не больше отвечал на один и тот же вопрос какой спиннинг выбрать из двух вот поэтому решил снять это видео и как бы вот наглядно показать чего и как значит вариант такой что мне купить что вы посоветуете синюю птичку или профессионал специально позвонил никите попросил его привести спиннинг он себе купил вот такой как мы рыбачили вот он поварить профессионал вот я его специально попросил привести мне эту палочку вот а до этого мне василий леонидович который активе прислал вот синюю птичку но это сынья пташка она выпущена давно не в связи с какими-то там революционными событиями и прочей ерундой а именно как бы ну задолго до всего этого дела очень короче вариант это та же самая синяя птица только в таких но в украинских традициях и тогда она отличается только внешним видом вот в принципе тактика технические данные значит фаворит при всех профессионал 682 1 1 5 грамм 48 млб фаворит синяя птичка 682 су с 1 5 грамм не помню чего там по илб сейчас вытянем чехлы в принципе нет не в принципе у профессионала вот начнем с чехла чехол посолить не честно скажу вот сейчас глянем что у нас тут по по либрам вот 2 4 либра видите вот как бы профессионала даже либра побольше тут 24 либра начать у профи 48 либо значит что касается чехла значит здесь кордура потолще на птице здесь потоньше и мне так кажется ну как бы подороже подороже принципе моделька чехла одинаковая единство вот это тут ну мне нравится больше это не значит что этот плохой просто если сравнивать так сравнивать просто уже один раз и мы решим для себя эти все вопросы значит по внешнему виду ну тут честно говоря у меня даже никаких сомнений нет внешний вид профессионала мне нравится гораздо больше чем синие птички это как говорится ну у каждого свои тараканы в голове фломастеры у каждого свои да но но ну просто вот у меня такой вкус он выполнен он смотрится он и есть дороже что тут как бы но тем не менее давайте посмотрим по кончику по кончику у профессионала явно можете посмотреть кончик толще хотя фаворит крашеный крашеный в голубой цвет вот надеюсь это видно но это видно невооруженным глазом что он крашеный и вот вот у него в клеечка то есть чисто мир микро джиговая палочка значит здесь вот тубулярчик скорее всего да не скорее всего есть тубулярчик вот он как бы пожестче скорее всего просто я честно говоря синие птицы давно не ловил вот давно поэтому кстати говоря вася мне прислал я ему дал своего этого блюберда который компакт он с ним турцию ездил не знаю будет он снимать видео нет васенька привет тебе большой мне да вот эту синюю птичку ну как бы чтоб я освежил памяти свои воспоминания папа по поводу ловли этой палочкой сейчас мы соберем обе палки посмотрим сравнивать так сравнивать по длине милим милим по рукояткам вот смотрите то есть удобство хвата вот скажем так сейчас я рассоединю палочки ничем не отличается вот лапка катушки будет в одном и том же месте хотя здесь верхняя гайка здесь нижняя вот посмотрите что дальше сейчас будем делать по трях понятное дело не профессионал по хоть и этот экстра fast но за счет клейки нет все таки профи пожестче хотя тоже классно гнется отлично все тут как бы без всяких проблем по весу я честно говоря не знаю надо надо взвесить я не смотрел там что-то в районе 90 грамм скорее всего больше не будет ни один ни другой весе сейчас просто взвесим у нас все есть без всяких проблем так ухты blue bird сыня пташка синие 86 и 8 86 и 8 профессионал 89 и 4 то есть разница там ну чуть меньше 3 грамм то есть ни о чем скажем так по теперь комплектующим тут как бы ни в какое сравнение ну как не то что ни в какое сравнение значит здесь тоже сик стоит и здесь сик не в этом суть суть в том что здесь стоит катушка держатель корейский колечки стоят корейские это не значит что они плохие они просто корейские здесь стоит все породистое здесь тот же сик но только уже от fuji здесь катушка держатель но не корейский от фуджи при том это тут короче катушка держатель если вот так по комплектующим его начать собирать то есть сам катушка держатель потом сюда Еву потом гайку потом сюда Еву то он будет стоить пусть вас не смущает эта цена потому что это для розницы ну порядка 20 долларов так вот как вы думаете какой лучше вот по тестовым характеристикам хоть заявлены они одинаково вот профи вы видели мой обзор на него на профессионала вы видели рыбалки с ним с ним рыбачил не только я с ним рыбачил Никита с ним рыбачил Саня в общем мои друзья рыбачили Саня бросал им 12 грамм да это не хлесткий заброс как бы не силовой но он работал он не просто бросал он как бы делал проводку мы ловили с ним окуня сомневаюсь что как бы под такой клеечкой тоненькой 12 грамм забросить можно и забросить не вариант но думаю что вот проводку ну как бы подрывы все вот это вряд ли 12 грамм я думаю вот пятера ну грамм 7 это и то 7 навряд ли в общем по мощности я убежден что профи как бы помощнее по низам скорее всего выиграет блюберт этот ну да голубая птичка вот но по универсальности по универсальности профессионал будет гораздо лучше почему потому что им можно будет и джиговать им можно будет твичить то же самое колебло то есть вот смотрите вот единственное что мы с ним не половили с Никитой это форель вот головля половили щуку колеблом попробовали кстати Никита тоже колебалки бросал им ну не конкретно этим а тем который у меня был да который сейчас уже у своего хозяина вот он побросал им 10 граммовые колебалочки тоже очень остался доволен но не был бы недоволен он бы не купил себе такую палочку вот смотрите то что я узнал да по профессионалу значит серия была лимитирована если мне не изменяет память он стоил больше 2000 ну по тому курсу это приблизительно 100 баксов вот сейчас ее просто дорас продают поэтому он стоит ну чуть-чуть дороже чем этот вот этот по-моему там 1100 я специально вот как бы до съемок видео промониторил 1190 гривен потом это так навскидку я не собирался тут выискивать самую легкую вернее самую дешевую цену самую вот то что мне попалось этот самый профессионал 1220 то есть разница между ними ну сколько там 30 гривен это извините это ни о чем вот здесь все дороже здесь неплохой я бы не сказал но это такой скажем так микроджиговый инструмент начального уровня я бы так сказал то есть птичке вообще когда-нибудь надо будет поставить памятник только за то насколько я помню ну когда вот пошло массовое увлечение ультралайтом микроджигом это мне кажется самый первый и самый дешевый спиннинг с которого люди могли начать то есть те которые ну не знали будут они ловить ультралайтом не будут ловить ультралайтом и в частности микроджигом потому что все остальное было ну на порядке дороже то что приходило к нам тогда во всяком случае в Украину это были дорогие японские палки а это была вот такая простая народная моделька которую взял да у нее есть огрехи свои там бывали по качеству сборки проблемы там колечки гуляли но это на то время как бы по тому курсу мог купить любой человек попробовать и многие им ловят до сих пор вот у Васи в частности эта палочка ну я не знаю сколько ее уже не выпускают ну года 4 наверное 3 это точно больше 3 вот А4 наверное как ее выпустили вот сейчас я вам покажу ну синяя голубая желто-голубая обмоточка тут как бы на украинском на украинский мовенопеп еще здесь орнамент какой-то но это как говорится на вкус и цвет товарищей нет то есть это была чисто лимитированная серия хотя блюберт точно такой вот вайтберт он уже отличается вот и как бы подытоживая ну не просто могу сказать ему посовет ребята пока они еще есть и у вас как бы есть желание купить что-то если вам нужен универсал даже не задумайтесь берите только профессионал повторюсь еще раз не потому что птица плохая она другая она вот чистая направленность ей можно будет ловить микроджигом можно будет ловить маленькими колебалочками и очень неупористыми вертушками вот этот паренек выдержит гораздо больше гораздо больше не потому что я там бросал или кто-то бросал 12 грамм у него кончик жестче у него не вклеечка у него тубуляр короче говоря и тут все дорогое ну как бы фурнитура поверьте мне я знаю ну по нынешнему курсу это все не дешево то есть как бы подытоживая повторюсь вот это универсал универсал очень достойный за вот эти деньги за 1200 гривен сколько это там меньше 50 баксов это не его цена он стоил 100 долларов вот их распродадут я так думаю что их выпускать больше не будут вот это это такой микроджиговый инструмент если вы будете ловить только микроджигом пожалуйста не заморачивайтесь берите голубую птичку и будет вам счастье если вам нужен спиннинг более универсального скажем направления то есть там и щучку и воблерки и потвичить и все это дело то вам вот дорога профессионал берите пока они есть честно говорю палка мне нравится и визуально нравится и то как она себя ведет на воде ну не традиционно но скажу я бы ей добавил конечно длины так сантиметров 20 хотя бы вообще был бы огонь вообще был бы огонь ну вот поверьте вот Никита будет ей даже форель ловить ну тут говорю головля ловили окуня тут чего мы только не ловили щуку пробовали палка очень достойная да тут как бы можно было тут побогаче тут но опять ценник был бы другой и так профессионал и еще раз профессионал если вам нужна универсальная палка надеюсь я для всех ну как бы ну во всяком случае попытался развеять какие-то сомнения высказал свое мнение надеюсь это было вам полезно спасибо большое за внимание до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч субтитры